Сегодня хотел поговорить об одной из тем, которые не до конца правильно понимает современная мусульмания. Это что нам дает испытание или наказание? Как различить это? Почему Аллах Всевышний после того, как человек веровал, не оставляет? Почему он подвергает нас тяжелым испытаниям, а возможно и наказаниям? За что? Ведь мы искренне обратились к Господу, почему он продолжает подвергать нас тяжелым испытаниям, и за что он наказывает следующее, и как это различить? Бисмиллахи рахмана рахим. Ассалату ассаляму аля набина Мухаммад и аля алихи и сахаби жмаин. Амма ба'ад. Это, маше Аллах, очень актуальная тема, шейх Руслана, и часто она сдается, и в самом себе тоже часто спрашиваешь, когда приходят какие-то тяжести, трудности, и думаешь, испытание ли это для меня, или наказание ли это для меня, ассалату Аллаху, субхану аля аля. Хотелось бы вернуться, опять же, в коранический текст, в Кур'ан, так как, аль-хамдалю, любой вопрос, когда мы размышляем над любым вопросом, и сами, когда бываем, додумываем, то тогда это может быть или ложью, или, может быть, это достоверно. Потому что разум у всех по-разному думает, и не факт, что это есть правда. Но верующие, опять же, как Аллах, субхану аля, говорит в Кур'ане, Если вы в чем-то разногласите, то вернитесь к Аллаху, то есть к Кур'ану, к Кур'ану и к посланнику, то есть к Сунне пророка Мухаммада, саллаху аля аль-хима салям. Всевышний Аллах, субхану аля, в Кур'ане, в сурате Аль-Кабур, сказал, Неужто люди думают, то есть то, что после того, как они сказали, мы уверовали, они не будут испытаны. То есть смутно не будут предъявлены к искушениям, к испытаниям. И после этого же, субхану аля, сказал, почему, для чего они, эти испытания. То есть Аллах, субхану аля, испытывал всех людей, которые были до них, то есть до нас Аллах, субхану аля, испытывал народа, до нас, испытывал Аллах, субхану аля, людей, как верующих, так и неверующих, испытывал сахабов, Испытывал пророка Мухаммада Испытывал Умама сабика Те Которые были до пророка Мухаммада Для чего? Аллах для того, чтобы узнал Истинно, кто уверовал И также Аллах, субхану Али, узнал тех Которые не уверовали То есть, которые обманщики Которые лжецы То есть, Аллах, для того, чтобы различить Для того, чтобы разделить между ними Аллах, субхану Али, испытывает человека В его имуществе Аллах, субхану Али, испытывает здоровье Аллах, субхану Али, испытывает близкими Аллах, субхану Али, испытывает, когда посылает Какие-то испытания И для верующих, любое испытание Это благо То есть, тот, кому Аллах, субхану Али, пожелает Благое, то ему Аллах, субхану Али, Даст испытание И вот здесь, после того, как приходит фитнес когда приходят тяжести, трудности, Аллах, Субханава Та'Аля, испытывает человека, как он себя поведет. Будет ли он благодарным Аллаху, Субханава Та'Аля, или будет он неблагодарным, будет недовольным для того, чтобы испытать нас. Если взять нашего самого любимого человека, пророка Мухаммада, саллаллаху алейкум ассалям, кусочек его жизни. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейкум ассалям, родился без отца, уже испытание, родился сиротой. Как Аллах, Субханава Та'Аля, в Коране сказал, неужто Аллах, Субханава Та'Аля, тебя не застал ятимом, не застал сиротой и тебя сам он воспитал? Когда он родился сиротой. Когда имам Шаук красиво сказал по отношению этого аята, как прекрасно то, что ты, Мухаммад, упомянут в Коране, как сирота. Ты упомянут, Мухаммад, в Коране как сирота. И как прекрасен тот жемчуг, который скрывается в глубине сироты. То есть он некий такой красноречием описал это. То есть имеется в виду, когда ты смотришь на сироту и гладишь его по голове, твои грехи списываются, твои грехи прощаются, ты приближаешься к Аллаху, Субханава Та'Аля. А что уже говорить, когда человек берет, например, сироту и воспитает его? Я говорю, и тот, кто воспитал сироту, подобно со мной будет на таком расстоянии в раю. То есть показал на указательный палец и на средний. То есть рядом со мной, сказал Пророк Мухаммад, потом только Пророк Мухаммад, ему 6 лет, посланник Аллаха, его мама взяла его за руку и повела в сторону Медини к дядям, то есть к братьям его отца, показать, а его отец Абдулла, он занимался торговлей, и когда возвращался из Шама, он умер по дороге, то есть и не увидел своего сына, не увидел Мухаммада, саллаху азиам. Когда он пришел, мама его познакомила с его дядями в 6-летнем возрасте и повела его на могилу его отца и сказала, это могила твоего отца. И потом они возвращались в Мекку. По возвращению в Мекку была ее помощница вместе с ними. Умирает, устает мама и устает и умирает по дороге мамы. Субханаллах, только что пророк Мухаммад саллаху азиам увидел могилу своего отца впервые, не видел отца, увидел могилу и умирает его мама. Целый день они врыли могилу, потом закопали маму, уже наступила ночь, Хабиба, помощница, взяла его за руку, пойдем, пойдем, возвращаемся. Он еще от того, что маленький, не понял, пророк Мухаммад саллаху азиам, почему они возвращаются и говорят, только что он закопал вместе, увидел могилу отца, закопал свою маму вместе с Хабибом, и говорят, умир, умир, забыли маму, забыли маму, после того, как ее похоронили. Дала его за руку, вернулись в Мекку, то есть смотрите, сколько испытаний. Возвращаясь в Мекку, стучат в дверь его дедушки, Абдулмутталиба, Айна уммук, где твоя мама? И он заплакал, и тогда он понял, что она и умерла, иди сюда, сыночек мой. Прижал его к себе и воспитывал его так, как воспитывал остальных своих детей, остальных своих внуков, и только он привык к дедушке, 8 лет ему исполняется, умирает дедушка. Субхану, смотрите, сиротой из руки в руки передавался прок Мухаммед, саллаху алейхи вассалям. Потом, аль-хамдулля, знаем по истории, тоже женился на хадисе, рода Аллаху алейхи вассалям, Аллах, саллаху алейхи вассалям, у семи детей, Ибрахим, Абдуллах, Касим, Умму, Кульсум, Зайна, Рукайя, Фатима, всех похоронил прок Мухаммед, саллаху алейхи вассалям, кроме Фатимы, умерла после него через полгода. То есть, был год скорби, когда в этот год умерла его супруга Хадиджи, и умер его дядя Абу Талим, не принявший ислам. То есть, всегда постоянные испытания, постоянные заводы, как будто Аллах, субхану алейхи вассалям, укрепляет его сразу же, несмотря на то, что он был самым любимым рабом Аллаха, так же были искушения со стороны неверующих по отношению к пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям. Он надо выполнял... Дорогой Хазарат, позвольте, я уточню один момент, на котором сделаю акцент для наших слушателей. Получается, что пророк Мухаммад, мир ему благословение, потерял отца, потерял мать, потерял дедушку и потерял всех детей при своей жизни, кроме Фатлина. Тобой доволен. Из большого количества детей он потерял практически все. Мы в нашем поколении забыли о том, что такое потерять всю свою семью. На самом деле, медицина на высоком уровне, защита от родинства, детства на высоком уровне. И вот сейчас, когда мы читаем о том, что в годы Великой Отечественной войны такая-то семья потеряла семерых сыновей, такая-то семья потеряла четырех сыновей, никто с фронта не вернулся. Для нас это уже такая шокирующая информация. как, как бы, вот рядом с нами живет человек, который потерял всех своих детей, как она выжила, как она не сломалась, мать или отец, или человек, потерявший всех своих близких. Для нас это страшное испытание. Мы знаем, насколько это страшное испытание, что мы наверняка бы этого не выдержали. И Аллах Всевышний подвергает именно этому испытанию своего избранника, своего любимца. И это момент, который мы зачастую забываем. Для нас путь пророка Мохаммада о мировом благословении да, это испытание со стороны пурайшитов, преследование и блистательные победы. Но тому, чему подвергал его сам Аллах Всевышний, мы практически не выделяем. Зачем? Зачем Аллах Всевышний своего избранника таким испытанием подвергал самым тяжелым из тех, что могут обрушиться? Пророк Мухаммад сказал, Больше всех Аллах испытывал пророков, потом праведников, и кто ближе к ним и ближе. То есть, чем больше Аллах испытывает человека, тем больше он его любит. Сахабы иногда плакали, когда они приходили к испытанию, говорили, неужто Аллах отвернулся от нас, неужто Аллах не любит нас. То есть, они по-другому смотрели. Они смотрели на испытание как милость Аллаха, как милость от Всевышнего Аллаха. То есть, как будто Аллах любит свою раба, поэтому он испытывает. Для чего? Проверить. Проявите ли его терпение или нет. Иногда, шейх Руслан, то есть, человек не может достичь рая, хочет зайти в рай, то, что глаз не видел, то, что ухо не слышал. Человек не может представить такое, но не может достичь это своими деяниями. Аллах дает ему испытание, чтобы он через свое терпение, через свой сабр достиг этой такую высокую степень. Как Аллах в Коране говорит, поистине терпеливые люди возьмут свою награду без расчета, без гайри хисап. Постоянно я себе говорю и всем упоминание делаю. Гайри хисап, как один шейх сказал, как один ученый, это сумма, у которой нули не заканчиваются. Идешь в банк, берешь чек, ой, там 6, 0, 9, а это гайри хисап нули не заканчивается. Такую, такую, большую награду только из-за того, что он терпел, проявлял терпение ради всего Аллаха и посмотреть пророки Айуба его тело гнило, его ребенок один за другим умирал, семья умирала, то есть до того дошли, то что супруга начала продавать свои волосы, то есть люди, которые проходили мимо, некое отвращение от его тела, от его запаха вызывало. Айуб избранный, любимый раб Аллаха но посмотрите, что он сказал то есть он что сказал ум и господь меня постигла дура вот это вот некая болезнь, вот это испытание. Дальше что он сказал? дай мне исцеление нет, а что он сказал? поистине ты милостивый и милосердный. Почему он сказал, не сказал дай мне исцеление, а сказал ты милостивый всех милостивый положился полностью на Аллаха и сказал тем самым выразил привязанное свое сердце с Аллахом когда он сказал если это для меня хайр если это для меня благо такое состояние то это значит благо. То есть он постеснялся попросить дай мне исцеление это значит благо. И Аллах тут же сказал ему и дал ему поменял семью еще больше дал ему здоровье дал ему долг долги для жизни опять же он положился на Всевышнего это испытание оборачивается для нас благом насколько я но отсюда отсюда встает другой вопрос как различить испытание как различить испытание от чего ведь многие говорят тебя Аллах наказал говорят за то что он подверг тебя таким испытаниям смотрите если Аллах дает какое-то испытание и после этого испытания человек не проявляет благодарность Аллаху а проявляет то есть унывает приведем пример человек умирает у него близкий человек и в этот момент Аллах смотрит как он себя будет вести то есть если он будет унывать плакать Аллах за что ты почему ты не подложишь то есть начинаешь спорить с Аллах и так далее Аллах еще дает другого умирает вот этого как ему идет наказание но если человек в этот момент он благодарит Аллах соглашается с выбором Всевышнего но при этом его сердце тоскует как во время когда у пророка Мухаммада на его руках умер его сын Ибрахим и пророк Мухаммад плакал и рядом стоял Абдурахман и сказал плачешь у посланника Аллаха на что сказал я Абдурахман это же милость это же милость и потом сказал когда папа в больнице лежал и так я его сильно любил я понял что нельзя в этой жизни привязывать сердце ни с кем как только с Аллахом как бы ты не любил детей как бы ты не любил супругу маму но привязывать сердце ты должен только с Аллахом когда ты привязываешь сердце кем-то помимо Аллаха кем бы он ни был то Аллах испытывает тебя им и испытание тяжелее в этот момент проходить и я помню писал представляете я сам худба в мечети говорю про сабр понимаю что такое сабр но когда тебя Аллах испытывает тем что ты любишь это тяжело и в этот момент я писал шейхам разным с ними советовался как себя вести когда перед тобой отец в коме лежит вот-вот он умирает идет к тому что приходит смерть они все одним голосом сказали как они говорят вы брали знания вы понимаете то что в этот момент Аллах испытывает у вас как вы себя повезете это раз и второе вот красиво сказал то что я бы хотел чтобы все кто нас слушает братья сестры кого-то Аллах испытал чем-то у кого-то сейчас сердце болит тяжело на душе близким какой-то болезнь или еще что-то Аллах как бы ты не любил своего отца я говорю люблю мы должны по хадисам больше но привязан к отцу больше как бы ты не был к нему и он идет к тому возвращается к тому кто его больше чем вы все вместе в семье взятые и в этот момент как нужно делать когда и когда уже перед тобой уходит вот папа уходит и врачи говорят вот осталось 20 минут и так далее 5 минут осталось 3 минуты и ты думаешь в этот момент я полностью на себя полагаюсь ты его любишь ты его не оставишь и как только сказали там врачи то что все сердце остановилось что сделал взял два раката намаза прочитал благодарство Аллах сказал это твой выбор как бы мы не любили что-то в этой жизни но то что ты сделал это твой выбор мы должны его больше любить и вот теперь возвращаемся к пророкам почему они отличаются почему мы не такие как они потому что Аллах они больше любили чем все остальное вместе взято еще один вопрос чтобы не возвращаться к этому вопросу как отличить так же наказание если Аллах испытывает себя человека в его религии и он оставляет вот это для него наказание то есть например зашло время молитвы или человек или уходит время чем-то занят другим и так далее и Аллах здесь испытывает будешь ты молиться или ты предоставишь молитву займешься другими делами если ты оставляешь молитву то это для тебя наказание и самое большое испытание это испытание в религии и поэтому субханалла можем ли мы так сказать что если в результате тяжелых событий в жизни он отдаляется от Аллаха лишается милости Аллаха отдаляется от религии это становится для него наказанием но если он через эти тяжелые испытания приближается к Аллаху его вера укрепляется он очищается от грехов он приносит покаяние то это оборачивается для него блага и далиль на это доказательство вот как раз сурата ланкабуд здесь Юшнис говорит для чего чтобы Аллах испытывал для того чтобы посмотреть кто из вас уверует то есть быть благодарным и чтобы посмотреть лжецов вот если человек отошел стал лжецом во время испытания отвернулся не прошел испытания вот это наказание если он уверовал благодаря то это для него испытания очень тонкая понимание распочиня дорогой вот вы упомянули в своем наставлении что сподвижники переживали если вдруг Аллах не давал им долгое время испытания через которые проявляя смирение покаяние принося они приблизительно так теперь как быть нашим поколением значит нам нужно просить у Аллаха а не здоровье и богатство небольшое потомство не спокойную жизнь а именно испытания нужно ли надо просить у Аллаха всего испытания не нужно Аллах посылает поверить человек испытания но знаете когда мы говорим о сахабах как будто мы говорим о тех иллюзиях которые уже не существуют в жизни это понимание альвара у каждого человека есть набожная богобоязненность такой уровень они достигли что они хотели больше стремились к Аллаху для них эта дуния была ничтожной и даже если Аллах испытывал они думали что не приходят испытания до того они полюбили испытания до того они еще и просили но человек не должен для себя просить испытания а просто задумывается например должен задуматься если все у тебя в жизни хорошо например и Аллах тебя не испытывает люди что думают о Аллах меня значит любит и в этот момент видишь что он грешит харамными вещами занимается может быть не выполняет какие-то предписания и у него все хорошо все в жизни бывает и он говорит Аллах меня любит если не любил бы тогда у меня не было бы квартиры не было машины не было бы работы не было это меня люди любят в этот момент он заблуждается в этот момент заблуждается вот мой сосед он молится он постится там ну смотри у него постоянные проблемы в жизни у него там дом сгорел у этого и он думает что Аллах его не любит и думаешь что именно любовь Всевышнего Аллаха заключается в чем в том что дает Аллах из этой жизни или не дает здесь нужно вернуться в хадис где пророк Мухаммад сказал и опять же хотел бы сказать то что часто люди задают вопрос зачем на арабском говорит время сэконом и так далее почему мы вот хотел объяснить для наших братьев и сестер и для зрителей почему мы проговариваем на арабском потом говорим на русском чтобы люди знали то что мы берем это из источников из первоисточников то что мы не придумаем не от себя говорим мы всегда возвращаемся в доказательства из Кур'ана и из Сунны пророк Мухаммад саллаху алейхи и салям сказал пророк Мухаммад саллаху алейхи сказал поистине поистине Аллах из этой же мирской обители дает богатство имущество то есть из этой жизни дает тому кого он любит и тому кого он не любит то есть Аллах саллаху алейхи то есть у человека дворец там дорогие машины и так далее это не доказательство Аллах его любит он дает тому кого любит и тому кого не любит даже в другом хадисе пророк Мухаммад сказал Он сказал, если бы Аллах, Субхану Ва Та'Аля, вся эта мирская обитель и все богатство, которое в ней есть, не стоит крылышка комара. Если стоило бы крылышко комара, то бы Аллах, Субхану Ва Та'Аля, неверующему, не дозволил бы даже сделать глоток воды. То есть, поэтому Аллах... Дорогой Ходор, расскажите. Да, и в конце хадиса сказано... В одном ревейте Дин, в другом ревейте Аль-Бухари, от мусульма ревейт Дин, от Аль-Бухари ревейт Аль-Имана. Поистине, Аллах дает веру или Аллах дает религию только тому, кого Он полюбил. Хорошо. Дорогой Ходор, мы здесь впадаем в такую ловушку нашей поколении, в такое заблуждение, которое нам навязала западная пропаганда. Несколько сотен лет назад появилось новое направление западного христианства. это протестантизм, которое подготовило почву к появлению капитализма. Потому что протестантские проповедники начали говорить, человек должен трудиться, и это угодно Господу. И если человек разбогател, это является признаком того, что его любит Господь. И через это западное общество начало много работать, много зарабатывать. И даже философы написали книгу, вот Макс Вебер, «Протестантская этика и дух капитализма». То есть этот протестантский призыв, он помог западным странам стать богатыми. Это Германия, Британия, Северная Европа и так далее. И теперь, следуя этой логике, жители России, жители постсоветского пространства, развалившие свою страну СССР, они тоже захотели жить как на Западе. В процветающем обществе. И они тоже попадают под очарование, они попадают под влияние вот этого принципа, который провозглашают протестанты. Что если Бог тебя любит, значит ты успешен. И если ты успешен, это является подтверждением того, что Бог тебя любит и Он тебе даёт. Но при этом они выносят за скобки или забывают вот этот принцип, который вы озвучили согласно хадису, что у Аллаха милости неограничены. И Он в этом мире даёт и тем, кого любит, и тем, кого любит. И принципом, мерилом того, почему Аллах Всевышний в этом мире даёт, почему Аллах Всевышний даёт и неверующим, и верующим, и праведникам, и грешникам, почему Он в этом мире даёт эти милости. Не от того, что Он кого-то больше полюбил, кого-то меньше полюбил. Он, я так понимаю, даёт по усердии. То есть если ты в этом мире усердствуешь, Аллах тебе будет давать. Даже если человек неверующий, но он проявляет усердие, он соблюдает все законы этого мира, ну, допустим, там, законы рынка, маркетинга, там, продвижения, там, по службе. Он соблюдает все эти принципы, Аллах Всевышний даёт ему успех в этом мире. И верующему даёт, если он будет соблюдать все эти принципы. Но ключевым успехом, самым главным успехом в жизни человека является нематериальный достаток. И вот это более тонкое, более утончённое, более завершённое понимание милости Аллаха, награды от Аллаха и того, что Аллах Всевышний уготовил именно тем, кого Он любит, это знание есть у тех людей, которые опираются на последнее откровение Всевышнего и на путь Его последнего посланника и пророка мира. Я правильно понимаю? Может быть, я в чём-то ошибаюсь, дорогой? Да, в общем, так и чётко так. Всё, Машаллах, объяснили. Машаллах, дизак, малахай. Так оно... Аллах, Субхану Анатолею, в Коране говорит, так же, так же, и ваше имущество, и ваши дети, это тоже смутно. Тоже Аллах, Субхану Анатолею, испытывай человека. Аллах спросит, откуда ты заработал? На что ты потратил? То есть, Аллах, Субхану Анатолею, опять же, даёт человеку иногда много-много-много, как Аллах в Коране говорит, «Ля ту аджиб ка амвалюхум, ва ла аулядюхум». Пусть тебя не удивляет, О, Мохаммад, имущество и потомство неверующих. Почему Аллах, Субхану Анатолею, даёт им много-много-много бывает верующих человек, неблагодаренные Всевышнему, Аллах ему ещё дают, ещё... Для чего Аллах, Субхану Анатолею, даёт то, чтобы они вполне ответили в судный день, чтобы ещё больше ответили за их неверие и также за имущество, которое Аллах, Субхану Анатолею, даёт. Поэтому бывает это иногда или азаб, или наказание, или бывает, наоборот, милость. Тоже может быть. То есть, если человек, и своё имущество тратит на запретное, и Аллах ему ещё больше даёт, больше даёт, и он ещё больше берёт, ещё больше тратит на то, чем недоволен Всевышний, или то, что идёт на... не на благо, на плохое и так далее, то это тоже для него как наказание. Это тоже для него как наказание. Но если он зарабатывает край этим, то это для него милость от Всевышнего. Дорогой Хазрат, я почему эти примеры привожу из современной жизни, и в том числе даже из истории развития западного мира, потому что современные поколения мусульман, несмотря на то, что совершают намаз, несмотря на то, что читают Куран, они находятся под очень большим влиянием западных. Это голливудские фильмы, это всяческие клипы, музыкальная культура, и это культура роскоши, которую они нам навязывают. Они потребляют такое количество товаров, они покупают такое количество роскоши, это дорогие автомобили, это мотоциклы, это дорогие дома, это дорогой отдых, это, не знаю, одежда, аксессуары и так далее, что жители нашей страны, наших национальных республик, они очаровываются этим, они хотят жить так же, так же роскошно, они гонятся за этим в дуне, и западная пропаганда утверждает, если ты смог достичь такого уровня роскоши, потребления, обеспеченности, это признак того, что ты ведешь правильный образ жизни. Забывая о том, что всех, на всю планету Земля не хватит сегодняшних ресурсов, конечно, милость Аллаха безгранична, ресурсы Аллаха безграничны, но то, что сегодня производит на планете Земля, ресурсов на всех не хватает, и если ты потребляешь так много, то значит кто-то другой голодает, значит кто-то другой в Африке, в Азии, да у нас в стране умирает с голодом. Мы не должны попадать под влияние западной пропаганды настолько слепо, потому что для нас на первом месте должны быть не голливудские фильмы, не западный образ жизни, не западные стандарты потребления, не примеры наших олигархов, не примеры наших блогеров и звезд, которые катаются на дорогих тачках и проматывают свою жизнь на Мальдивах, потому что мы должны понимать, нашим примером, нашим мерилом, нашими учителями являются Куран, Сунны, Посланник Аллаху, Миром и Благословением и Правительством, и мы должны ориентироваться на их понимании жизни, что является для нас благом, купаться в роскоши или пройти через какие-то испытания, каяться, плакать перед Всевышним, усердствовать на его пути, помогать неимущим. Вот пример жизни, вот пример успеха, вот модель успеха для истины верующих. Машаллах. Мне кажется, вот хотелось бы вот так еще, что сейчас у нас, например, будут спрашивать люди и зададут такой вопрос, например, если человек успешный в жизни, достиг, например, какой-то успешности, заработал, аль-хамду-ля, то есть постарался, но при этом он благодарный, при этом он закат выплачивает, помогает, это дозволено ли ему, например, поехать отдыхать, пускай даже на те же Мальдивы или там, скажем, взять хороший автомобиль, но при этом, аль-хамду-ля, он делится своим имуществом и себе как бы ему остается, чтобы как бы, аль-хамду-ля, вот в некой такой вот роскоши жить. И также, аль-хамду-ля, он помогает как близким и дает закат. То есть вот это ислам дозволяет ли ему или нет? Или у нас ли в исламе птизм? Вот это тоже тонкость, чтобы нас, зрители тоже... Дорогой Хазрат, дорогой Хазрат, а можем ли мы этой теме посвятить следующее? Давайте, иншаллах. То есть грань, грань между богатством и зухдом, и аскетизмом. То есть грань между... Должен ли каждый верующий быть захидом, аскетом, отказываясь от всех благ цивилизации и даже от роскоши, пусть она заработана поляльным путем, как он должен поступать с тем богатством, которое даровал им. в соотношении зухда и богатство. Машал, отлично. Это отдельная тема. Субханалавад. Жизак Аллахайр. Машал, вы прямо, Машал, в сегодняшнем эфире нам еще одну тему подарили. Машал, к которой мы можем... Дорогой Хазрат, более знающие, более знающие наши братья, к каковым относитесь вы, они позволяют нам следовать тем путем, который заповедовал пророк в Богословении указал на Всевышний. Пусть Аллах Всевышний воздаст вам. Мы всего лишь задаем вопросы. Мы всего лишь задаем вопросы. И мы чувствуем в разных республиках, в разных городах, в разных социальных слоях, о чем думают люди. И просто задаем вопросы. Аллах Всевышний да вас даст вам за то, что вы делаете. Это милость большая Всевышнего Аллаха, что у нашего поколения есть такие знающие люди. И дай Аллах, чтобы вы всегда помогали нам, позволяли нам стоять рядом и быть ваше. Пускай Аллах простит за такую высокую оценку, которую мне дали. Если честно сказать, я себя не считаю из таких каких-то знающих. Мне даже стыдно становится, когда говорят, что я какой-то знающий. Пускай Аллах даст нам знания, приумножить, простить наши грехи, ведет прямым путем и сделает нас лучше и лучше. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...